Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем начатый вчера вечером разговор о том, как правильно увольняться. И вопрос этот, а он зачитан в предыдущем видео, и я его скопирую в описании к этому. Так вот, вопрос, как бы, с одной стороны был, как правильно увольняться, чтобы вот так все было хорошо, без истерик, без обид и так далее. А с другой стороны там было, вот вы, как из КБ вашего увольнялись. То есть человек знал, что я работал в конструкторском бюро после института, и, значит, тут не скроешься. Ну, я вот вчера рассказал историю о том, как увольнялся из КБ, не имея даже в виду, что это так долго получится. Не знаю, ну, уже ладно, оставили это все в 70-х, 80-х. Я там работал с 78-го по 82-й год в этом КБ. И, чтобы закончить тему, так сказать, прошлой жизни, доамериканской жизни, я скажу, что работал реально еще в одном учреждении, по-серьезному, то есть в нормальном советском учреждении. Это было такое научно-методическое учреждение в структуре Государственного комитета СССР, ну, министерства такого, по профтехобразованию. Я там был старшим научным сотрудником, сначала в лаборатории методов интенсивного обучения, а потом информатики там было и так далее. Вот. А потом уже мы ушли на вольные хлеба, и там у нас был такой типа кооператив, такое частное предприятие, а оттуда я уже уезжал в Америку. И вторая работа, там не было таких, знаете, отношений, что тебя как деточку воспитывают. То есть я уже пришел сразу на должность старшего научного сотрудника, и, ну, как-то вот так, ну, уже менее эмоционально, более профессионально, и, ну, ушел и ушел. Хотя мы на самом деле оставались в очень хороших отношениях, и поскольку я ушел в, как бы, самопальную такую коммерческую структуру, то начальство, которое там было, мы были в очень хорошем отношении с начальством. И они меня иногда даже там подзывали там проконсультироваться, потому что им нужно было какие-то тоже коммерческие проекты развивать, и там вот я им там помогал анализировать там какие-то документы там уставные и так далее. Уже был какой-то опыт. Ну, то есть мы были в хороших отношениях, и это не было, никаких эмоций не было, но ушел и ушел, значит, у каждого свой путь. В Соединенных Штатах, значит, первая работа была такая, что я не ушел, а там сокращение было, и это было очень болезненно. И вторая работа была сокращение. В общем, вот такого вот, как уйти грамотно, не было в смысле, как сказать, не обидеть. Но это было в плане того, что вот ты приезжаешь в страну, так, в этой стране есть некоторая профессиональная этика, которая, может быть, отличается от той, которая вот в стране, где ты раньше жил. В частности, профессиональная этика состоит в том, чтобы на работе не вступать в личные какие-то отношения, и не, понимаете, это ты на работе, а не то, что ты сидишь там, и все знают про детей, про внуков, там, какие-то они вместе там садятся на работе, накрывают стол, там, выпивают и так далее. Вот такого здесь нет. То есть, как другое немножко представление о жизни. Так вот, не лезут в твою личную жизнь никак. Но, тем не менее, вот есть некоторая этика профессиональная, и ты не хочешь выходить за рамки этой профессиональной этики. И тут есть вещи тонкие, и тут есть вещи не очень тонкие, как бы понятные вполне. Тонкие вещи могут быть понятными или непонятными. Вот я могу привести пример из тонкого. Меня контора консалтинговая поставила на проект в компании Lotus, вот Lotus Development Corporation, Lotus 1, 2, 3, вот эти все. Я тестировал такой продукт, называется CC Mail. Это был когда-то крупнейший имейл, там, с 10 миллионами пользователей до интернета еще, в доинтернетовские времена. Так вот, ну, я искал работу, меня там послали на интервью, меня взяли, а взяли меня консультантом через какое-то агентство. Я знаю там агентство. И рекрутер из агентства находился прямо там, в этом Lotus, мы будем здание проезжать, сегодня я вам покажу, пальцем ткну. Значит, он сидел там в этом Lotus, это называется OnSite Recruiter. То есть он из агентства, он не сотрудник Lotus, он из агентства, но он сидит OnSite, вот там, в компании, потому что у них большие объемы. Женщина была такая интересная, ну, неважно. В общем, я себе работаю. И менеджер мне говорит, слушай, ты не знаешь, вот тестер нужен там, вот чтобы там вот это, вот это. И я ему говорю, конечно, а я в это время в гараже, у меня уже школа была, я уже народ сколько хочется. Плюс я резюме, это все сам делаю, то есть я ему тут же бах, резюме скинул студентам. Моих лет мужик тоже из той связи заканчивал. Ну, единственное, что я тогда помоложе был, конечно. Было как раз лет сорок. В общем, его вызывают на интервью, берут на работу. И мне, значит, вызывают меня на ковер к этой вот женщине, которая, он сайт-рекрутер. И она начинает мне говорить, ругается буквально, она говорит, ты что ж ты, сукин сын, делаешь? Я говорю, что я сделал? Она говорит, ты резюме менеджеру давал? Я говорю, давал. Он говорит, а почему? Я говорю, так он попросил. Он говорит, Майкл, ты же не сам эту работу нашел. Это же мы тебя сюда поставили. Ты же не сотрудник компании, ты сотрудник нашего агентства. Если у тебя есть резюме, и ты хочешь кому-то там посодействовать, ты переносишь это резюме мне, а я буду думать уже, как его пристраивать. Ты же, говорит, из нашего кармана бабки вынул? Они говорят, вот его наняли там, мимо нашего рыла, и все. Вот, и я, а я настолько, знаете, не задумывался над этим. Ну вот, короче, вот есть какая-то этика своя, да, вот есть такие тонкости. Значит, что неприлично делать? Неприлично уйти без того, чтобы дать двухнедельное извещение. Называется two weeks notice. Вот считается, что если ты профессиональный, как бы, приличный человек, то за две недели надо предупредить, чтобы они могли, ну, как-то подготовиться к этому там. По закону вы можете уйти в любую секунду. В Калифорнии, не во всех штатах, но почти во всех штатах, включая Калифорнию. Вот тут есть такая формулировка, что employment is at will. At will. По желанию. Поэтому они вас могут по желанию в одну секунду отправить. И вы можете по желанию в одну секунду отправиться. Но если с их стороны это как-то еще более-менее нормально, отправить вас в одну секунду, потому что человек, которого увольняют, не должен болтаться там по территории, настроение людям портить, там, может, что сопрет, чего. Поэтому для них это более нормально. С вашей стороны, если вы собрались уходить, значит, вы говорите, я там вот за две недели даю нотис. Когда вы проходите интервью, и вам говорят, когда ты можешь начать, предполагается, что вы, если вы работаете нормально и все такое, предполагается, что вы скажете, ну, надо дать нотис двух недель. Вы можете сказать, завтра могу, но, как бы, сказать, тогда понятно, что вы и нашу работу точно так же, значит, кинете, понимаете. То есть, все-таки этичный, профессиональный, этичный человек, он за две недели дает нотис. Ну, хорошо. Значит, что еще? Это, как бы, так, из самых таких общих. Плохо уходить в середине проекта. Ну, вот, когда от тебя действительно много зависит, знаете, как, бывает, что от тебя ничего не зависит, так и никто и не заметил, что ты ушел. А бывает, что на тебе висит что-то. И вот уйти, как бы, до завершения чего-то и бросить команду в ситуации, когда от тебя реально что-то зависит, опять, чисто технически это ваше право, не то, чтобы там, понимаете. Вот. Но, знаете, как ложечка нашлась, вот, а осадок неприятный остался. То есть, вроде, по закону-то, конечно, а осадочек остается. Вот. Поэтому зависите вы от этих людей, там, или не зависите вы от этих людей. В принципе, если вы находитесь географически в таком месте, где, ну, как бы, мало работы, где все друг друга знают, там, и так далее, и так далее, вы можете, в некотором смысле, пострадать. То есть, если вы испортили отношения где-то, на вас обиделись, там, или что-то, значит, ну, можете пострадать. То есть, вам могут сказать, о, он там работал, значит, неформально позвонят, неформально. На сотовые, там, где-нибудь вечерком домой позвонят, скажут, Вась, как там вот этот? И все. Если вы находитесь в таком месте, как Кремниевая долина, там, Нью-Йорк, Чикаго, я не знаю, конечно, тут места всем хватает, и даже если вы там в десяти местах что-то испортили, в конце концов, всем пофигу, и, в общем, никто так глубоко копать не будет. Я помню, вот, в Москве, когда мы в этом КБ связи, ЦКБ, Министерство связи работали, и вот человек приходил, и если он работал в какой-то связистской организации или учился когда-то в институте связи, всегда, вот в лаборатории 25 человек, всегда, значит, находились концы, чтобы снять трубку и позвонить неформально, про этого человека спросить. И это в Москве, там, с, не знаю, десятью миллионами населения. Но мир связистов, мир выпускников, вот, институт связи был небольшой. мир этих КБ и НИ связистских, ну, сколько их было в Москве, пяток. И вот оно там все, понимаете? Вот, здесь, здесь, конечно, не так, здесь, здесь очень широкие такие круги, но, если вы в узком кругу, вы будете особенно тщательны в плане сохранения отношений и так далее. Но вы увидите по обстановке, это же не то, что, там, в первый же день вы уже приехали, вы приехали в страну, уже знаете, как. Что еще? Там много историй всегда, вот там. А этот вот что? А вот он однажды, там, чего-то такое сделал. Ну, эти там все время какие-то рассказы происходят. Неполиткорректно себя повел, там, к женщине приставал, там, ну, это уже совсем как бы там. Ну, как приставал, не хватало руками, он что-то такое рассказал, шуточку, после чего там, значит, она пожаловалась, после чего было разбирательство, после чего там адвокат возник, компанию судили и так далее. То есть, вот, ну, это уже, как бы, совсем экстрим. Хотя никто этого специально не делает, конечно, просто. Люди как-то... Очень многие люди, они нечувствительны к тому, как другие относятся к тому или к всему. А некоторые суперчувствительны, понимаете, с ними тоже тяжело. В общем-то, так. Поэтому надо проявлять уважение к людям вокруг. Не обязательно это делать в виде слов каких-то, не обязательно это делать в виде, там, некоторые, знаете, там, женщины особенно любят, там, из дома какую-нибудь выпечку принести, там, так, как-то в коллектив. В общем, к этому все хорошо относятся, надо сказать. Да, и так вот будете увольняться, скажут, как же мы теперь без твоих хачапури будем. Но уважение в смысле того, что ты беспокоишься о том, не повредит ли где-то, не заденет ли где-то. Вот просто чисто в человеческом плане. Поэтому, если менеджер, если вы увольняетесь, значит, вы как хорошо уволиться. Значит, вы говорите менеджеру, ты знаешь, там, Джим, так обстоятельства складываются, что пора мне двигаться дальше. Ну, он может сказать, давай, может быть, я пойду там с начальством поговорю, там, может быть, больше денежки вытрясем. Ну, они начинают сразу выяснять, какая причина, может быть, тебя обижали, может быть, что-то там и так далее. Ну, если уже решил идти, значит, идешь. Хотя некоторые остаются, им предлагают больше денежки, они остаются. Зависит от того, из-за чего они решили идти. Но, в целом, американская культура такая, что здесь не принимают люди ничего на свой счет. Вот, лично на свой. Ну, вот если, скажем, американцу приносишь там баг-репорт, или там поговорить, он не воспринимает баг-репорт, как наезд на себя лично. Вот, мол, у тебя, значит, ошибку нашли. Понимаете? А есть люди, не будем пальцем показывать, из таких государств, которые в другой культуре выросли, и они начинают, типа, спорить, что-то там доказывать, там, или что-то. Они это принимают лично. Это не одна такая страна. Это несколько разных есть, где вот так. Поэтому... Не принято, как бы, на себя. Поэтому за вами тоже признается право уйти, там, и это не будет какой-то катастрофы, это не будет истерики, не будет скандала, ничего такого там не будет. Если только вы не сделаете это, ну, как бы сказать, за рамками принятых правил, как-то неприлично. Понимаете? Вот, поэтому именно вот так обижаться по мелочи, по-простому. Давайте я камеру поверну. Окей. На вас не будут. Ах ты неблагодарный, да мы ж тебе, да мы, да все. Очень часто бывает, вот человек пришел там, попросил повышение, ему накинули. Но дальше кто-то ему позвонил там и говорит, давай вот, у нас там еще больше дают. Он взял, ушел. Вроде ходил, нервы трепал там. Ну, ушел. То есть это не будет, скажем, над странным парнем там. Ну и пошел себе дальше. Вот. Никто сильно не обижается в таких ситуациях. Бизнес, в общем-то, является бизнесом тогда, когда он не очень зависит от конкретного человека, который пришел или ушел. То есть бывают люди, конечно, так называемые key employees, да, то есть от них много зависит действительно. Но это пока что не наш с вами случай, который мы рассматриваем. Если у тебя есть такой ключевой человек, значит, надо его мотивировать, соответственно, чтобы он не уходил. Это чисто такая бизнес-задача. Ничего личного в этом нет. Я вот на нашей, так сказать, операции смотрю. У нас бывает, что человек... Знаете как, вот он взял, группу ведет. И у нас там три преподавателя фулл-тайм. Значит, и если, допустим, один из них уйдет в середине, например, процесса, то кто-то должен будет доводить его группу. А там, ну, соответственно, это же не наймешь преподавателя взять, например, нового. Это не задача там недели или двух или трех. То есть, может, даже если найти человека за две-три недели, соответственно, надо его там, ну, как-то ввести в курс дела, чтобы он мог подхватить процесс и так далее. Поэтому в спокойной обстановке, когда говорят, ребята, я там через месяц уйду. Ну, хорошо, нашли человека, ввели в курс дела, передали их, значит, дела, и процесс идет дальше так, как бы непрерывно. Вот, но если это происходит в середине, ну, бывает. Ну, ну что же, ну, ну, бывает. И бывает так, что тебе говорят, вот я там хочу у вас работать, и ты говоришь, ну, у нас не индустрия, у нас нет таких денег, мы там, как инженер, ты больше получишь. Нет, нет, я хочу вот это, мне ближе к дому, мне часы там короче, допустим, у меня нет возможности там работать столько часов, мне надо для здоровья там какое-то время и так далее. И ты вроде, и вроде тебе говорят, ну, уговорили тебя в какую-то концепцию. И вдруг в какой-то момент говорят, вы знаете что, я пошла, мне там дали больше денег. Так тебе каждый даст больше денег. Ты даже не... Ну, и ты думаешь, странно как-то. Ну, 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 ушел человек и пришел человек. Ну, что теперь делать? Вот, поэтому, еще раз, как только возникают личные отношения, вот так возникают проблемы, обиды, истерики, там, еще что-то. Если у тебя личных отношений на работе нет, пришел, работу сделал, пошел дальше. А что на тебя обижаться? Если ты никогда ничего не просил, тебе не делали одолжений, для тебя не делали исключений, и так далее, и так далее. Ну, и куда же ты теперь? Поэтому так вот. Здесь тоже бывают истории. Я знаю истории некоторые, когда там с обидами это все происходило. Но это происходило именно от того, что там возникали какие-то серьезные вот личные завязки. Вот кто-то кого-то там взял, воспитывал, растил. У них была какая-то совместная перспектива. А потом, допустим, вот тот, кто растил, он уволился, пошел в другое место, там, стартап какой-то. А этот с ним не пошел. И тот обиделся. Не так обиделся, чтобы там кричать, скандалить, слюнями там брызгать, нет. Но обиделся в том смысле, что, ну, вот как-то отношения испортились. Раньше были хорошие, теплые, а сейчас ровные, прохладные, никакие. Не то, что он трубку не возьмет, или там не ответит, или там к нему нельзя обратиться с каким-то вопросом, но вот того, той глубины отношений уже больше нет. Уже как-то человек отрезал, говорит, ну, значит, не наш. Вот. А я когда говорю, а что ты с ним не пошел? Это девочка была. Что ты с ним не пошла? Она говорит, ты понимаешь, я до этого там в декрете была, они мое место держали, они все меня ждали, и я там хороший, хороший там чуть ли не, ну, не знаю, полгода или год, ей платили деньги в этом декрете, при том, что не обязаны были, но просто вот хорошо относились, и говорит, ну, что же я, говорит, сейчас приду из декрета, попользовалась и ушла. То есть у нее свои этические были соображения. Всяко бывает, понимаете? Поэтому существенно, существенно, первое, не влезать глубоко в какие-то вот личностные, рабочие отношения, это рабочие. И второе, проявлять людям уважение, и вот то, что говорят, appreciation, да? Вот, и все, и вас будут любить, и с вами будут там в Линфтинне законтачиваться, там, с днем рождения поздравлять, когда там ремайндер выскочит. Вот, и это вот, вот и все. Возвращаясь к исходному вопросу, я хочу сказать, что разница между отношениями, там, скажем, вот, в постсоветском пространстве и здесь, разница в том, что люди на работе не вступают в какие-то глубокие, серьезные отношения, они особо не сплетничают в рабочее время, они не, как сказать, они разделяют очень, вот, личное и производственное. Как тенденция, то есть, бывают абсолютно разные ситуации, бывают где-то глубже, где-то мельче, но все-таки, как тенденция, вот так, они более индивидуальные, вот это privacy, как будто они больше блюдут, поэтому их труднее задеть, поэтому они меньше обижаются, ну, и вообще в голову не берут. Такая общая картинка. Счастливо!